Попить? Проблем нету. Сейчас Надежда Николаевна. Судя по всему, женщине, которую доставили сотрудники патрульно-полицейской службы в состоянии алкогольного опьянения, не очень нравится в комнате наркологического диспансера временного содержания и детоксикации. При поступлении дама еле держалась на ногах, а потом и вовсе разлеглась посреди коридора, не желая подниматься. Специалистам центра пришлось ее заносить в комнату. И опять же, судя по доносившимся крикам и ругательствам, женщине явно не хотелось здесь задерживаться. Но ее вежливо просят успокоиться и отдохнуть. Николай, не выражайтесь, ладно? Мы вас тоже любим. В областном центре временного содержания и детоксикации чаще всего оказываются люди со средней степенью алкогольного опьянения. Здесь пациентам оказывают первую необходимую в таких ситуациях помощь. В центре работает 6 врачей-наркологов, 5 медицинских сестер и санитарки. Пациенты приходят в чувства в специальных комнатах, где установлены удобные кровати, есть душевая и ящики для хранения личных вещей. За сутки человек 25 в среднем. Процентов 5 женщин. Сейчас, наоборот, меньше стало. Меньше пациентов стало и в областном наркологическом диспансере. Именно сюда привозят людей с тяжелой алкогольной интоксикацией. Также здесь регулярно проходит комплексное лечение люди, стоящие на учете. На сегодняшний день состоит на учете 15 810 человек. Из них с диагнозом алкоголизм 13 172 человека. По сравнению с прошлым годом у нас уменьшено. Количество употребляемых спиртных напитков уменьшилось. Как рассказали специалисты, в последнее время количество людей, поступающих в центр, снижается. Вполне возможно, пить стали меньше из-за того, что цена на горячительные напитки в разы увеличилась. И не всем по карманам. Кроме того, появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения грозит немалыми штрафами. Но хотя врачи-наркологи и говорят о снижении пациентов, в областном наркологическом наркодиспансере, который рассчитан на 210 мест, свободных коек нет. Да и в центре временного содержания и адаптации каждый день поступают граждане в состоянии алкогольного опьянения.